У них фамилия не Славянов, это у них фамилия на русский манер уже переделана. У них другое, типа Олега Дундич, типа Славяноч, или что-то наичи у них заканчивало. Краевед Виктор Ушаков занимался изучением родословной Николая Гавриловича Славянова по мужской линии. Именно ему несколько лет назад удалось разыскать, казалось бы, безвозвратно потерянную могилу отца-изобретателя электросварки. Имя великого русского инженера сегодня известно многим пермякам. Кому-то благодаря памятнику, который установлен на одной из центральных площадей Перми, площади Дружбы, кто-то слышал фамилию Славянова, потому что ее носит Пермский технический колледж. А еще в конце 19 века она гремела на весь мир. Ну, Славянов это все... И первый подогрев металла тоже осуществлен был в Матавилихе в Перми, надо сказать, в мире. И так это технологический прием, который до сих пор широко сварщики используют. Это очень эффективный метод. Своим изобретением Николай Славянов удивил мир на Чикагской электротехнической выставке. Именно там он представил публике стакан, ставший впоследствии знаменитым и прозванный Славяновским. За свое изобретение Николай Гаврилович был удостоен золотой медали. И вот тогда ему в голову пришло взять 8 сплавов разнородных металлов, цветных и черных, и с помощью этой сварки методом наплавки их объединить. Когда для выставки в Чикаго в 1893 году он сделал такой стакан, то, говорят, на выставке выбывал знаменитый ювелир Фаберже. И он был просто по-хорошему в шоке. Он сказал, ни один ювелир мира такую блистательную работу никогда не выполнит в таких разнородных металлах. В те годы Николай Гаврилович Славянов работал на Пермском пушечном, ныне Мотовельхинском заводе. Его карьера складывалась очень удачно. Получив назначение на Мотовельхинский завод в 1883 году на должность управителя орудийных и механических цехов, он уже к 1891 году стал здесь первым человеком, горным начальником, управляющим завода. Его не просто уважали, его по-настоящему любили рабочие. Слесаря запросто называли его Гавриловичем. В день похорон Славянова, жизнь которого оборвалась очень рано, в возрасте 43 лет, предприятие было остановлено. Проводить управляющего в последний путь пришли все рабочие заводы со своими семьями свыше 10 тысяч человек. Но в годы советской власти о великом русском инженере забыли. Даже могила его оказалась утраченной. Впервые об увековечении памяти Николая Славянова заговорили после 1945 года. Для пермского краеведа Михаила Колпакова эта инициатива чуть не обернулась преследованием. Его чуть из партии не исключили за это. А что ты, говорит, дворянина восстанавливаешь? Но подключились дети изобретателя. Один из них, Николай Николаевич Славянов, в то время был уже известным советским ученым. Инициативу поддержали в Кремле. Из Москвы в Пермь пришла директива за подписью Сталина. После этого начались поисковые работы. В середине 20 века кладбище возле Свято-Троицкого собора в Мотовилихе, на котором был захоронен великий ученый, уже сравняли с землей. Показать место, где примерно находилась могила, вызвались ученики Славянова, рабочие Мотовилихинского завода. Обратились к рабочим, вот я помню только те фамилии, вот Аспидов, Губин, дальше Петров. Вот старые рабочие заводские, которые провожали еще своего Гаврилыча в последний путь и знали, где он захоронен. Рабочие указали на место за алтарем разрушенного храма и рассказали, что прикрывает могилу чугунная плита, на которой с помощью сварки сделана надпись «Дорогому нашему начальнику и другу рабочих Николаю Гавриловичу Славянову» и «Запретателю электросварки от благодарного русского народа». Значит, по следам этих стариков подогнали бульдозер и начали копать. Значит, гроб обнаружили на глубине 3 метра, в нечистотах, в разных этих самых, ну, мусоре и так далее. И обнаружили, что когда бульдозер, видимо, начал копать, край гроба выглянул и начали вот в этом месте рыть и точно обнаружили. А почему точно? Потому что раскопали плиту чугунную. Событие это вызвало бурный интерес у пермских обывателей. В городе заговорили о том, что тело Николая Славянова оказалось нетленным. Как это? Через 50 лет вскрыли в могилу, и он остался нетленным? Ведь вот в чем интерес-то был. Выяснилось, что похоронили изобретателя электросварки в гробу, изготовленным по его же методу, что и позволило телу более полувека сохраняться, как будто бы его мунифицировали. Его когда открыли, он лежал вот как свежепохороненный труп. Лицо на месте, мундир, все, ордена у него, знак горного инженера, все на месте. Он оставался там в безвоздушном пространстве и сохранился. Сохранилась кожа, борода, ткани мундира. Прах великого русского ученого и инженера решили перенести на новое место – к тогдашнему Дому техники в Матавилихе. Перезахоронение проходило при огромном стечении народа. С невозможными в советское время для статского советника, генерал-майора артиллерии по императорской табеле о рангах почестями. «Ой, что вы! Все заполнено! И вот по улице Свердлова, вот сейчас по улице Свердлова, вот так вот вся толпа шла, огромное количество. И вот так все в гору, в гору, в гору и до техникума Славянова. И мы идем, дети, а детей сколько было, все бежали прямо, вся Матавилиха. Это было, ну, такое событие, конечно, для, не только для города, то для всей страны было такое событие». «А вот начало похорон. Видите, какие толпы шли. Вот самая первая процедура. Вот несколько кадров таких, посвященных все. Ему, ему и еще раз ему. Сейчас Николай Гавриловичу. Да, это. Вот, видите, как генерала-майора артиллерии, видите, его везут на орудийном лафете. На орудийном, потому что, ну, положено вояк-то охранить, да? Так в Перми и всей России была возвращена память о великом ученом. Далеко не последнюю роль в этом процессе сыграли пермские краеведы. Между Пермию и Москвой, где тогда жили потомки Николая Славянова, завязалась дружба. Эти связи не утрачены и до сих пор. Последний раз родственники изобретателя приезжали в наш город на открытие его памятника на площади дружбы. Вот на открытие памятника приезжает Сергей Юрьевич, правнук, и Николай Николаевич, внук, на открытие этого памятника. Там мы познакомились капитально, беседовали. Тогда же появилась мысль разыскать могилу отца-изобретателя, штабс-капитана артиллерии Гавриила Славянова. И Виктору Ушакову это удалось. Он обнаружил захоронение на старом заброшенном кладбище Воронежской области. На плиту, когда я начал внимательно разглядывать, вот они, перекрещивающие стволы артиллерийские. Ага, захоронен артиллерийский. Дальше, вот они стволы-то, да, видите, да? Вот они легко. Дальше вот это идет сербская связь, сербская. Я поднял книгу, значит, они называются, ну, типа, знаки, клинопись, вот таких же раздел сербов. И нашел совпадение вот этой связи с тем, что, ну, в этой книге. Я понял, здесь захоронен серб, этот самый, и артиллерист. А у него-то отец-то штабс-капитан артиллерии. Виктору Ушакову удалось обнаружить и документы, подтверждающие, что на этом месте захоронен именно отец великого русского изобретателя. Тогда же и родилась версия о сербском происхождении Славяновых. Виктор Ушаков считает, что семья Славяновых бежала в Россию с Балканского полуострова, спасаясь от турецкого ига. Предки убежали из Сербии, спасаясь от турецкой резни, и вот осели в селе Никольском. Вот так они здесь очудились. И сменили фамилию. С новой фамилией и российским подданством штабс-капитан артиллерии Гавриил Славянов участвовал в обороне Севастополя, во время которой и погиб. Он погиб вместе с этим самым, как его называется, с адмиралом Корниловым при обороне Севастополя. Снаряд разорвался, Корнилова смертельно ранен, деда насмерть убила. Сербское происхождение Николая Славянова – это всего лишь версия. На самом деле не столь важно, какие этнические корни имеет этот славный род. Важно, что его представители сыграли в нашей отечественной истории очень значительную роль, а в случае с Николаем Гавриловичем Славяновым – роль, которую невозможно переоценить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова